Это проект Инвест Тайм на телеканале 24KZ. Я Карижан Смогулов. Здравствуйте. Наверное, самым важным событием последнего времени для инвизиционной сферы Казахстана стал официальный визит в нашу страну федерального канцлера Германии Олафа Шольца. Высокого гостя сопровождала, как он сам отметил, солидная делегация деловых кругов. Мы только что в узком составе обсудили перспективы дальнейшего укрепления двусторонних отношений. В прошлом году двусторонний товарооборот вырос почти в полтора раза и составил около 4 миллиардов долларов. Положительная динамика наблюдается и в этом году. За последние семь месяцев объем взаимной торговли превысил 2,3 миллиарда долларов. Мы стремимся сделать все, чтобы улучшить условия для наших экономических отношений, чтобы осуществлять прямые инвестиции в вашей стране, расширить возможности взаимной торговли. И, конечно, мы хотим развивать экономическое сотрудничество во всех других сферах. Мы очень рады тому, что у нас поступательно продвигается сотрудничество в энергетическом плане. У нас налажено доверительное, последовательное сотрудничество. Это хороший пример для всего мира. Логическим развитием этого направления стал бизнес-форум «Казахстан-Германия», где представители двух стран обсудили новые возможности взаимовыгодного сотрудничества и подписали ряд стратегически важных документов. О предварительных результатах этой работы и ее значении я хочу поговорить с заместителем председателя правления национальной компании «Казахинвест» Мадияром Султанбеком. Здравствуйте. Здравствуйте, Казахстан. Ну что ж, давайте попробуем, так сказать, по свежим горячим следам, попробуем подвести некие, как я уже сказал, предварительные итоги, потому что окончательные это будут уже только после того, как проекты будут реализованы. Но уже мы можем говорить о том, что некое понимание у нас есть. Какое? – Совершенно верно. Спасибо большое, Кайжан, за вопрос, за приглашение в студию. Действительно, форум вызвал большой интерес как со стороны германского бизнеса, так и со стороны казахстанских бизнесменов. На вчерашний форум было зарегистрировано больше 700 участников, из них больше 130 из Германии, около 550 из Казахстана. На вчерашнем форуме было подписано 34 документа на общую сумму свыше 6,3 миллиардов долларов США. Это довольно большие цифры, и что радует, что проекты, по которым мы намечили совместное сотрудничество, кооперацию, они в основном в несырьевом секторе. Это очень хорошо. В целом, можно сказать, что немецкие инвестиции в нашу страну по большей части как раз в несырьевые сектора, в обрабатывающие сектора, в области транспорта, логистики и других сферах. И этот тренд продолжился на этом бизнес-форуме. В целом, если я не ошибаюсь, вот эта цифра, почти 6 миллиардов долларов, примерно такой показатель чуть меньше у нас составляет с 2005 года по нынешнее время. Да, общий объем инвестиций, все верно, Кайжан, у вас правильные цифры, общий объем инвестиций ФРГ в Республику Казахстан за этот период составляет 6,6 миллиардов долларов США. И подписанные соглашения, безусловно, часть из этих соглашений имеют довольно долговременный характер, потому что предполагают строительство довольно серьезных объектов. Поэтому, безусловно, эти цифры не будут освоены в течение ближайших месяцев или даже одного года. Они будут осваиваться в течение нескольких лет. Тем не менее, мы надеемся на полную реализацию всех достигнутых договоренностей. И эта реализация этих проектов принесет огромную пользу и Казахстану, и Германии. Ну, вот такой вот количественный, а в принципе и качественный тоже скачок в инвестициях между двумя странами. О чем он может говорить? Почему, на ваш взгляд, Германия сейчас проявляет такой, я бы даже сказал, активный интерес к нашей экономике? Ну, это связано с многими факторами, безусловно. Один из них – это то, что Казахстан проявляет довольно открытую позицию. Мы активно работаем со многими странами мира, безусловно, не только с Германией. Мы говорим о том, что мы открыты для инвестиций, создаем соответствующие условия для этого, преференции для инвесторов. На самом высоком уровне из уст главы государства звучат призывы к нашим партнерам. Создаются условия, есть различные административные и другие виды инструментов, которые мы используем для того, чтобы облегчить вхождение инвесторов в нашу страну. Безусловно, этот фактор тоже имеет значение. Кроме того, вы знаете, Казахстан обладает большим количеством ресурсов. Как вчера говорил глава нашего государства, мы обладаем 19 из 32 самых ключевых редкоземельных металлов в мире, которые очень нужны европейской экономике в целом и ФРГ в частности. Поэтому два этих фактора, наверное, сыграли свою определенную роль в том, что интерес германского бизнеса в отношении инвестиций в Центральную Азию и в частности в Казахстан сейчас только повышается. Ну что ж, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Поэтому предлагаю очень небольшой обзор тех проектов, которые, собственно, обсуждались накануне. Давайте взглянем. Казахстан и Германия построят логистический мультимодальный хаб в ЧТСУ. Аэропорт будет расположен в Харагосе. Немецкие инвесторы заинтересованы в развитии промышленной сферы. 17 крупнейших инвесторов мирового масштаба готовы вложить свои деньги в казахстанскую экономику. На сегодня в Казахстане реализуется 66 проектов стоимостью 55 миллиардов долларов. Треть цели уже достигнута. Привлечь к 2030-му порядка 150 миллиардов прямых инвестиций. По словам Касымжумар Татукаева, совместная продукция будет выпускаться под общим брендом, сделанным в Казахстане с немецким качеством. На сегодня в республике насчитывается больше 700 зарегистрированных немецких бизнес-компаний. Однако уже в ближайшие годы их количество может увеличиться. Ну, давайте продолжим разговор. Вы уже упомянули, скажем так, те некоторые из направлений, которые могут заинтересовать немецкий бизнес в нашей экономике. Но наверняка это далеко не полный список, поскольку секторов у нас много. И многие из них традиционно привлекают внимание инвесторов в горно-рудный комплекс добычи сырья и так далее. Но, тем не менее, одно из важных поручений, которые главы государства регулярно ставят перед правительством, и вот в недавнем послании оно тоже прозвучало, это как раз-таки развитие производства высоких переделов. Здесь, на ваш взгляд, что может заинтересовать немецких коллег? Довольно широкий спектр вопросов, которые мы обсуждаем с немецким бизнесом. Большой интерес вызывает строительная отрасль. Вы знаете, уже довольно успешно работают немецкие компании в этом секторе, такие компании, как Heidelberg, например. Мы продолжаем сотрудничество с Heidelberg, налаживаем и улучшаем сотрудничество с компанией Knauf и другими. Поэтому интерес немецкого бизнеса, как я уже говорил ранее, сосредоточен в основном как раз в обрабатывающих отраслях, не только в горно-металлургическом секторе. Очень интересные проекты намечаются в транспортно-логистической сфере, например, с такими компаниями, как Renus. Они подписали соответствующее соглашение с нашим аэропортом Актау. Есть интересные проекты в области авиации, даже строительства самолетов легкомоторных. Этот проект сейчас мы тоже прорабатываем. Есть интересные проекты в области зеленого водорода, например, с компанией Sweavint, про которую вчера глава государства упомянул. И так далее. То есть спектр сотрудничества с немецким бизнесом очень обширный. Вообще у нас, насколько я помню, с бизнес-сообществом в Германии, скажем так, достаточно давние и тесные связи. Верно. Если попробовать вычленить наиболее характерные черты для немецкого предпринимателя, что это, на ваш взгляд, в первую очередь? Ну, наверное, сразу приходит на ум аккуратность, пунктуальность. Но, наверное, не только. В конце концов, ментальности у разных стран разные, и предприниматели тоже. На ваш взгляд, что стоит в первую очередь иметь в виду нашим казахстанским бизнесменам, если они рассчитывают получить инвестиции, привлечь инвестиции из Германии? Очень хороший вопрос. Немецкие бизнесмены, безусловно, давно уже работают в Казахстане, поэтому достаточно хорошо понимают и наш инвестиционный климат, и наше законодательство, и наши особенности ведения бизнеса. И наши, я думаю, бизнесмены уже давно сотрудничают с немецкими компаниями, как поставщики или как заказчики. Поэтому здесь я, наверное, никаких новых вещей для наших бизнесменов не открою. Они и так прекрасно знают и взаимодействуют с Германией и с немецким бизнесом довольно давно. Но немецкий бизнес традиционно отличает, как вы уже правильно заметили, аккуратность, точность. Они очень любят прогнозируемость, они очень любят стабильность. Я думаю, что такие характеристики и такие запросы от немецкого бизнеса наш казахстанский бизнес вполне может удовлетворить. Возвращаясь к, скажем так, наиболее перспективным, приоритетным, что ли, отраслям экономики нашей страны, которые интересуют инвесторов, я так понимаю, что не только германский бизнес регулярно проявляет интерес к зеленой энергетике, возобновляемым источникам? Безусловно. Интерес к возобновляемым источникам энергии проявляют все крупнейшие экономики – Китай, США, Евросоюз, безусловно, Германия, Япония, Южная Корея и так далее. Вчера очень хорошо на бизнес-форуме об этом рассказал господин Копенов, глава «Казах Грин». Он рассказал о том, что к текущему году, даже к 2025 году, мы должны были достичь всего 6% производства электроэнергии с помощью ВИЭ, доля ВИЭ в производстве электроэнергии. А мы достигли этого показателя заранее, уже в 2024 году, и превысили уже 6%. То есть развитие этой сферы идет очень хорошими темпами. Опережающими темпами. Да, опережающими темпами. Ну что ж, для, опять же, иллюстрации этой темы, мои коллеги подготовили небольшой материал. Давайте взглянем. Большая часть немецких инвестиций в Казахстан направляется на зеленую энергетику. Для этого мегапроекта 9 немецких вузов разработали специальные программы для обучения. Они внедрены в Весенов университет Вактау. Германская сторона заинтересована вкладывать человеческий капитал. То есть на зеленую энергетику, на водородную, новую энергетику они будут обучать наш персонал. В Магностовский университет, там будут открываться новые факультеты, новые группы и создаваться будет такой образовательный кластер по зеленой энергетике. Ну что ж, и на прощание хотелось бы поговорить вот о чем. Понятно, что договоренности, особенно на таком высоком уровне, как между главами государств, это очень важно. Но потом начинается обычный рабочий процесс, рутина. И тем не менее она тоже важна. Потому что если проект не будет эффективно реализован, ну это по сути напрасная трата огромных ресурсов и так далее. В этой связи какую роль играет национальная цифровая платформа для того, чтобы отслеживать жизненный цикл проектов, что ли? Спасибо большое за вопрос, Кайжан. Очень хороший вопрос. Действительно, достигнутые договоренности на уровне глав государств, глав правительств, глав делегаций, безусловно, нужно дальше фоллоуапить. Нужно продолжать, нужно доводить эти проекты до его логического завершения, до введения в эксплуатацию, завершения строительно-монтажных работ. Так как проектов у нас сейчас довольно много по Казахстану, для того, чтобы эффективно ими управлять, мониторить, отслеживать статус, создается национальная цифровая инвестиционная платформа НЦИП. Над этой платформой работают Министерство иностранных дел, Комитет по инвестициям, Казахинвест. Совместно с нашими близкими партнерами, это Министерство цифрового развития и ООНИД. До конца текущего года планируется введение этой платформы в промышленную эксплуатацию. На данный момент она используется в опытной эксплуатации. На сегодня мы мониторим в этой системе более 750 проектов практически во всех сферах экономики, кроме сырьевого сектора, в основном это обрабатывающий сектор, во всех регионах нашей страны. Это удобно тем, что все потенциальные участники проекта, обычно как минимум 2-3 госоргана участвуют в реализации одного проекта. Это местные исполнительные органы, где непосредственно реализуется проект, на чьей земле это строится, производство. Это уполномоченный государственный орган, в зависимости от того, в какой отрасли взаимодействует инвестор, это туризм или это транспорт и логистика, или это сельское хозяйство и так далее. И безусловно еще несколько госорганов, такие как МСХ в части предоставления земельных участков, Министерство промышленности, если инвестор реализует проекты в специально-экономических зонах или индустриальных зонах и так далее. Поэтому наладить вот это взаимодействие между различными госорганами по различным вопросам на самых разных стадиях реализации проекта, это как раз и поможет сделать национально-цифровая инвестиционная платформа, которая, надеюсь, полную мощь заработает в следующем году после введения ее в промышленную эксплуатацию. Она, безусловно, облегчит процесс управления, мониторинга и решения текущих операционных вопросов инвесторов. То есть буквально фактически в режиме реального времени? Да, да. У инвесторов тоже будет доступ в эту платформу, в свой личный кабинет, поэтому мы надеемся на активное использование этой платформы со стороны инвесторов. Уверен, что наличие и работа этой платформы станет еще одним фактором, который будет привлекать иностранных инвесторов в нашу экономику. Спасибо. Спасибо большое, Кажан. Это все на сегодня. С вами был проект Инвест Тайм. Увидимся в следующем выпуске на телеканале 24KZ. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»